Наш эфир продолжает радиоблог Игорь Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем мы начнём нашу подачу, наш очередной выпуск радиоблога, я хотел бы сделать небольшое объявление. Об этом попросили наши друзья из Нью-Йорка, но на самом деле это не только Нью-Йорк, участвуют в одном очень, на мой взгляд, важном мероприятии, а именно связанном с поддержкой нашей полиции. Назвали, есть такой хэштег, если вы зайдёте в Фейсбук, то вы можете найти «BlueTuesday». Под этим хэштегом есть и группа, она также названа «BlueTuesday». Это группа русскоязычных людей, которые видят в полиции не своих врагов, не своих ненавистных людей в форме, не расистов и так далее и тому подобное, она видит тех, кто слушает закону, тех, кто защищает этот закон, кто, в общем-то, несёт свою важнейшую функцию нашему обществе, но сегодня полицейским сложно, и поэтому любая поддержка общественности для них важна. Она, эта поддержка выражается во многом не только в том, что приносят люди какие-то гифцертификаты на те или иные суммы, привозят пиццу, данные и так далее, и так далее. Важно, чтобы полиция чувствовала, что здоровая часть общества с ней. И вот, в частности, завтра, ну, я не буду называть Нью-Йоркский адрес, потому что всё-таки большинство наших слушателей в Чикаго находится, а в Нью-Йорке, скорее всего, если захотят, то это всё увидят на упомянутом мною «Blue Tuesday», то есть наберут хэштег и увидят, куда пойти, зачем пойти. То есть там днём в полицейском участке собираются люди, там будут происходить, ну, скажем так, празднования. Празднования чего? Празднования одного из самых важных праздников, какой мы в этой стране имеем, Дня независимости. Но для кого-то это уже не праздник, как мы знаем, для кого-то и флаг не флаг, для кого-то наша страна превращается в ищаде ада, её надо срочно менять, её надо срочно делать Большой Венесуэлой и так далее и тому подобное. И я от этого объявления, которое вот я сделал, то есть все чек-акции и слушатели других городов могут присоединиться к этой акции у себя в городе. Она одобрена, кстати, департаментом полиции, ну, в данном случае мы говорим о Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Филадельфии, Шарлотте и Сакраменто. В этих городах уже точно будет проходить подобная акция. И мы надеемся, что это только первые шаги. А сегодня у нас очень интересный гость. Это Яков Рейдин из Сан-Диего, публицист, учёный, писатель, в общем, человек многочисленных талантов, художник, чтобы не забыть. Вот. И у нас буквально в континенте прошли вот в последнюю неделю два материала Якова, которые, ну, буквально взорвали интернет. Я не шучу и не сочиняю. Десятки тысяч людей прочли. Очень много было отзывов. Ну, я не знаю. Яков писал, в принципе, о том, что происходит сегодня. И до этого много материалов мы печатали. Они вызывали какую-то реакцию. Но в этот раз просто какой-то был вокруг этого, ну, как молодые у нас говорят, большая движуха. И мы, естественно, всячески рады этому. И поэтому именно о чём эти материалы, почему вдруг так случилось, может, у Якова есть своя идея. И я бы хотел это и обсудить. Добрый день, Яков. И рад вас видеть. Здравствуйте, Игорь. Ну, я бы в первую очередь хотел поздравить и вас, и всех наших слушателей с наступающим Днём Независимости. Надеюсь, что у нас будет возможность поздравлять друг друга ещё много лет подряд. Надеюсь, что ничего плохого не случится. Ну, отвечая на ваш вопрос, Игорь, я могу сказать, что, конечно, мы все сейчас переживаем болезни на то, что произошло. И я, как и многие другие, стал задумываться, а почему, что происходит, почему вдруг сейчас возникла такая ситуация. Ну, погибали люди от рук полиции, как говорится, за дело и без дела, и до этого. Почему вдруг сейчас, что происходит? Ну, а поскольку я всё-таки человек, человек, как говорится, из научного мира, и я и занимался и наукой, и техникой, и инженерией, у меня мозги настроены на то, чтобы, если есть какое-то событие, надо искать, что его вызвало. То есть, как говорится, action и reaction. Что происходит? И вот я, когда это всё дело обдумал, у меня сложилась такая система, и даже не система, вернее, а такое понимание того, что происходит. И я поэтому написал один очерк. Потом я обнаружил, что какие-то вещи выпали из обсуждения. В частности, неясным осталось, почему именно чёрные люди оказались так сильно вовлечены в этот процесс. Я написал второй очерк. И вот, как вы сейчас сказали, действительно, они привлекли большое внимание читателей, не только в Соединённых Штатах, но и во многих других странах. Значит, вы понимаете, главная идея того, что я хотел сказать, заключается в том, что в Америке происходит борьба за власть. Как и во многих других странах тоже. То же самое. Я не буду сейчас обсуждать Россию там или Соединённое Королевство. Но везде происходит борьба за власть. И в Соединённых Штатах это идёт между консерваторами и либералами или левыми людьми. И причина того, что произошло такое резкое обострение сейчас именно, потому что до выборов, до очередных выборов, осталось чуть больше четырёх месяцев. И вот остались четыре месяца, которые очень много решат в Соединённых Штатах. И в течение последних трёх с половиной лет, после того, как Трампа избрали в ноябре 2016 года, левые демократы стали на Трампа нападать очень интенсивно. Ну, во-первых, была идея его сместить до окончания срока. Ну, сместить это было не так просто. И вот в первой своей статье на эту тему я как раз привёл список того, что делали демократы для того, чтобы найти хоть какую-то зацепку и прицепиться, и убрать его из правительства. Ну, наши читатели и слушатели, конечно, это хорошо помнят. Это было связано и с этими дикими демонстрациями феминисток, и с этой дамой лёгкого поведения Сторми Дэниелс. И это было то, что его пытались объявить сумасшедшим. И вот пришёл коронавирус. Если вы подумаете... Давайте немножко пару слов поговорим о Трампе. Что это вообще за человек? Человек, он в высшей степени странный. Понимаете? Значит, и мы всё это видим. Ну, безусловно, он нарциссист, он очень любит себя. Он шоумен, он любит показываться. У него язык бежит впереди его мозгов. Он большой ценитель дамского пола. У него... Это я не отношу к недостаткам, кстати. У него много есть других проблем. Ну и что? Это всё, как говорится, внешняя мишура. Это оболочка. То, что внутри, то, что он делает, он делает для страны полезные вещи. Полезные вещи он делает потому, что он обратился к этой стране не как политик, не как человек, который пытается набрать как можно больше голосов и сидеть и крутить другими людьми, крутить другими партиями. Он пришёл совершенно из другого мира, мира бизнеса. И он старается вести страну, как бизнесмен ведёт свою компанию. Здесь есть определённая проблема. Дело в том, что в политике страна Соединённые Штаты это демократическая страна. Всё подчиняется законам и правилам. Президент – это не диктатор. Если вы возьмёте бизнес, любую компанию, то в любой компании, успешной компании, всё-таки это не демократическое образование. Любая компания – это авторитарная компания. Это не королевство, это, конечно, не диктатура, но это авторитарная компания, где президент компании или совет директоров определяет всю политику компании. И Трамп с такой ментальностью пришёл. Естественно, у него стали возникать определённые проблемы с Конгрессом, с Сенатом и так далее, потому что он всё-таки не привык к такому, как говорится, моду соперенди. И тем не менее, всё, что он делал для страны, увеличило силу страны, увеличило её экономику. И вот, когда сейчас осталось несколько месяцев до выбора, демократы с ужасом увидели, что экономика страны идёт наверх. А когда экономика идёт наверх, это самое главное. Это то, что определяет выборы, по сути дела. Потому что люди голосуют карманом, так сказать. Если они видят, что страна падает, они начинают искать виновного. И, как говорится, рыба тухнет с головы, и поэтому виновным чаще всего оказывается президент, и такого президента перезбирают. Но если идёт экономика вверх, то что происходит? То тогда народ, скорее всего, за этого президента проголосует ещё раз. И поэтому у демократов возникло желание обрушить экономику. И вот тут подоспел как раз коронавирус. И вот началась эта проблема с коронавирусом. И один из таких ярых демократов и сторонников Барака Обама, доктор Фаучи, который главный эпидемиолог страны, он стал настаивать, чтобы вообще для здоровья людей нужно остановить всё, остановить все предприятия, все школы, все магазины, все заводы, фабрики, всё абсолютно остановить. Да, это могло помочь затормозить коронавирус. Коронавирус, оно бы, конечно, может и затормозило, но оказывается, что это обрушило бы экономику полностью. Потому что в экономике есть такое понятие, по-английски называется chain supply. Chain supply – это, как говорится, цепь поставок, сырья, оборудование и так далее. Если вдруг фирма перестает работать где-то на несколько месяцев, то рушатся, рвутся эти цепи, поставщики перестают поставлять, они, в свою очередь, перестают покупать какие-то комплектующие изделия, и экономика в результате этого может обрушиться полностью. Порвать такую цепь можно за 3-4 месяца, восстановить ее требуются годы. И Трамп это прекрасно, как бизнесмен понимает. И поэтому он сказал, хорошо, давайте будем делать карантин, но карантин надо делать ограниченный. В основном для людей с высокого риска ограничивать те предприятия, где люди, работу, где люди могут заразиться, более сильно, например, кинотеатры и так далее. Но индустрию останавливать нельзя. Власти у него такой нету, конечно, потому что все-таки все решается на уровне штатов. И поэтому президент не мог воевать со штатами, потому что конституция ему это не позволяет. И вот поэтому обрушился и стагмаркет, и обрушились, экономика пошла вниз, масса людей потеряли работу. Но вот сейчас, к счастью, эта страна начало все выходить наверх. То есть постепенно заболеваемость стала снижаться, и вдруг, на счастье Леваков, произошел такой печальный инцидент с этим гориллообразным Флойдом. Значит, ну, погиб этот гориллообразный Флойд, и, как говорится, ну, я не хочу сказать царство ему небесное, но ад ему подземный. Вот, но они решили, что, ага, это замечательный повод нужно использовать. Значит, замечательный повод сделать революцию. Революцию, чтобы убрать Трампа. Вот Трампа убрать им было совершенно необходимо. Почему им было необходимо? Ну, они могли дождаться очередных выборов и попытаться выиграть. Нет, они прекрасно понимают, что если Трамп победит, это будет еще 4 года. А будет еще 4 года, экономика опять попрет наверх, будет уже не Трамп, но будет другой республиканский президент, и им не видать власти, как свои уши. А поскольку коренное различие между республиканцами и демократами заключается в том, что республиканцы это люди более консервативные, и это люди, которые зарабатывают голоса. Была такая замечательная реклама лет, наверное, 30 или 40 даже назад одной финансовой фирмы, в которой в рекламе звучала такая фраза, мы делаем деньги старомодным способом, мы их зарабатываем. Так вот, здесь демократы вдруг решили, зарабатывать-то деньги тяжело, не деньги, извините, зарабатывать-то голоса тяжело. Демократы зарабатывают голоса интенсивной работой, улучшением уровнем жизни, усилением армии, усилением, укреплением границ, то есть мощи Соединенных Штатов. Демократы, демократы понимают, что они с этим конкурировать не могут, они паршивые менеджеры, у них нету талантов, это болтуны и говоруны. Поэтому они решили, что голоса лучше всего купить, а не заработать. А каким образом купить? Ну, купить можно, например, вот они решили купить хорошо за халяву, например, вот взять и давать бесплатные вещи, одаривать людей, которые не работают, не имущим, различными пособиями, подачками, бесплатной медициной, бесплатным образованием, все бесплатно. Кто-то за это должен платить, кто платит? Те, кто работают. Поэтому налоги начали подниматься, начали идти вверх. И вот они хотят применить коммунистический принцип, отнять и поделить. И вот когда они увидели, что все это рушится, им необходимо было срочно каким-то образом это дело исправить. Значит, для каждой, им нужна была революция, по сути дела. Ну, революция, как мы знаем, революция требует несколько необходимых факторов. Ну, прежде всего, нужен горючий материал, то есть, нужны массы людей, которые хотят что-то изменить, которым необходим вот этот переворот. Ну, повод, конечно, тоже нужен. Нужны деньги, нужен харизматичный лидер. И вот демократы, они увидели, ага, повод есть, вот этот самый Флойд убитый, это можно поджечь, и есть горючий материал. Горючий материал, это даже не черные, горючий материал, это белая молодежь. И вот тут я хочу остановиться на одном моменте, который я не упоминал в своих этих статьях, Игорь. Кстати, Яков, давайте мы напомним, потому что наверняка кто-то найдется, кто еще не успел ознакомиться, так вот, зайдите на континент, это continent.usa.com, это сайт, который многие уже, конечно, знают, и нашу рассылку получают, и так далее. Так вот, найдите там, пожалуйста, или в поиске возьмите, наберите, Яков Фреддин вам, там десятки материалов, либо вот первый материал, он называется так, что происходит с Америкой. Правильно? И там же вы найдете и второй материал, потому что есть ссылки, и вот буквально он два дня как вышел, и тоже набирает обороты, потому что его читают столь же активно, и далеко за пределами Америки в том числе. Окей, продолжайте. Ну, значит, я хочу остановиться на молодежи. К сожалению, молодежь, которая сейчас выходит на улицы и бунтует, это белые люди, и они подстрекают черных людей. Кто это молодежь? Откуда она взялась? К сожалению, молодые люди были раньше детьми, и дети ходили в школу. Вот за последние многие годы, я бы даже сказал, ну, может быть, лет за 40, а может быть, даже и больше, происходит очень сильная деградация школьного обучения. В школах полная, я бы не сказал, либерализация, но дети учатся плохо. Плохие учителя, и учителям платят немного, и поэтому, хотя у них много бенефитов, и пенсия, и так далее, но на эту работу талантливые люди не идут. А как мы с вами все очень хорошо знаем, все зависит от учителя. Я помню замечательное высказывание, что нет плохих учеников, есть плохие учителя. Я помню по себе, когда я заканчивал школу, у меня был в школе очень плохой учитель математики. И я математику не знал совершенно. И тогда моя мать наняла мне репетитора Николая Васильевич. Этот Николай Васильевич в свое время еще был учителем при Николае Втором. Он не признавал никаких учебников, он писал задачки все сам. Я с ним позанимался три месяца. После этих трех месяцев, когда я пришел, поступил в институт, первые два года или даже три года в институте, мне было скучно. Я знал математику лучше, чем преподаватели благодаря вот этому педагогу Николаю Васильевичу, который абсолютно пустой, в эту мою пустую голову по математике сумел всадить такой интерес и такую силу. Все зависит учителей. Учителей нету хороших в Америке. По крайней мере я их не видел ни разу. Дети учатся плохо, полный развал. И вот эти дети, кстати сказать, в американской школе нету, как мы учили, физика, химия, математика. У них есть такой эфемерный предмет наука. Science. Science. И это, конечно, приводит к тому, что когда люди идут учиться дальше, идут в колледж, у них понятие science, понятие физики, химии, математики, биологии очень слабые. И если вы посмотрите, кто сейчас учится в американских университетах и чему учатся, вы увидите, что на всех, скажем так, негуманитарных дисциплинах, в основном это китайцы, индейцы, выходцы из некоторых европейских стран и ничтожно малое количество американцев, белых американцев. Несколько лет назад я сам читал одну техническую дисциплину в Калифорнийском университете. Так вот, в моей группе, где я преподавал, не было ни одного белого американца. Там были арабы, там были китайцы, там были индусы, но белого человека не было ни одного совершенно. Чему учатся американцы, американские дети? Они учатся гуманитарным наукам, ну, например, психологии, они учатся археологии, они учатся женским правам, women's study. Я понятия не имею, что такое women's study. Сначала, когда мне сказали, что я изучаю women's study, я подумал, что человек изучает гинекологию, но оказывается нет. я как еще, ладно, психология, это же и археология, это хотя бы привычные для нашего уха и понимания науки. а когда речь идет об активизме, который во многочисленных вариациях изучается как некий предмет, и потом они выходят в жизнь, и они где-то притворять должны свои псевдознания. Именно, именно, вот в этом-то как раз и большая проблема. Эти люди кончают, а их, наверное, я бы, ну, у меня нету точных цифр перед глазами, но я думаю, ну, по крайней мере, больше 80%, а может даже и 90%, я не говорю про иностранных студентов, я говорю американские студенты, вот, они изучают маркетинг, может быть, они изучают, но эти все, это не науки. Наука, это все-таки то, что можно, как сказал Галилей, наука начинается там, где начинает измерять. Там, где не измеряется, науки нету. Помните, в Советском Союзе была такая замечательная дисциплина, назывался научный коммунизм. Они прицепляли к слову коммунизм слово научный, потому что это такая билиберда, что нужно было сказать, что он научный. Вот, никто же не скажет научная химия или научная физика, правда? А вот научный коммунизм, так вот здесь. И вот эти люди, они выходят в жизнь, кому они нужны? Работы для них нет никакой. Кому нужны психологи, археологи, специалисты по женскому вопросу, по эмансипации негров, по, скажем, по истории литературы какого-то там 15 века. У меня есть одна знакомая дама, так она даже изучала женский вопрос в произведениях Бальзака, диссертацию на эту тему написал. Но это очень актуальный вопрос, конечно, она, бедняжка, найти работу, конечно, нигде не может. И вот эти молодые люди абсолютно без дела, беспрекаянные, сидят на шлее у родителей, а тут еще навалился коронавирус. И что такое коронавирус? Они сидят по домам, ну, про женскую часть населения я не говорю, но у мужской части точно растет тестостерон. А когда тестостерон растет, то нужно либо пойти на свидание, что тоже не разрешается особенно, либо, значит, пойти на улице и что-то там делать. Ну, шведы сейчас додумались до заочных свиданий, только сегодня мы опубликовали статью очень смешную, когда рекомендуют, как говорится, самим себя удовлетворять, чтобы на расстоянии это делалось, и чтобы вот этот тестостерон немножечко уходил. Вот, понимаете, что еще происходит здесь? И вот эта молодежь, она явилась этим самым горючим материалом. Другой факт, который я бы хотел напомнить, то, что демократическая партия сильно сдвинулась влево, естественно, она стала более прокоммунистической, и стали ограничивать свободу слова. Ну, то, что на кампусах, университетах свободы слова нет, это антифа, это они называют себя антифашистами, но на самом деле, если посмотреть в зеркало, все переворачивается наоборот, получается, эти фашисты, это хунвейбины, которые не дают слова. Я вам приведу такой печальный пример. Александр Городницкий написал замечательное стихотворение, посвятил нашему с ним общему другу, замечательному журналисту и музыковеду Владимиру Фрункину. И вот, если хотите, я могу сейчас это стихотворение прочитать. Прочтите, и мы уйдем на перерыв. Вот я прочитаю стихотворение, а пусть наши слушатели скажут, есть в этом стихотворении что-нибудь крамольное или нет, потому что стихотворение Фейсбук снял, как крамольное, и скарляет. Фейсбук – это отдельная история. Вот. На штабце возникла цензура. Вот послушайте, это Городницкий Владимир Фрункин. «Гудбай, Америка, с берега до берега ты подожжена, белая Америка, черная страна, яростные лица, нестерпимый тон, снимут со столицы имя Вашингтон. Джефферсон с Грантом карни избежать, белым иммигрантам некуда бежать. Страха и истерики ты теперь полна, где же ты, Америка, славная страна, вечно многолика, вечно не стара, что была великой лишь позавчера. Предсказать не вправе мы ее судьбы, там, где будут править бывшие рабы. Горько и обидно думать нам о ней. Для чего Уитмэн, для чего Хемингуэй, для чего хотели полететь на Марс. Все теперь на деле обратилось в фарс. Все теперь на ветер пущено опять. Не ходите, дети, в Африку гулять». Вот это стихотворение было снято. Понятно. Ну вот мы даем пищу для ума и немножко отдыха и послушать очень важное рекламное объявление. Потом вернемся, и если у кого-то будут вопросы к Якову Фрейдину, то, пожалуйста, звоните в редакцию. Продолжаем программу. Напомню, телефон студии 847-400-5200. И если вы не возражаете, давайте примем звонки. Да, только напомню, что сегодня Яков Фрейдин, Сан-Диего, писатель, публицист, художник, ученый. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый господин Фрейдин, я с большим удовольствием прочитала ваши статьи и согласно с каждым вашим словом. Но мне кажется, что тут упускается еще один небольшой чисто человеческий момент такого яростного неприятия допущения Трампа на второй срок. боязнь таких как Пелоси, Клинтон, Ромни, ну вся эта шайка, разоблачение всех их ужасных преступлений. И Трамп, конечно, не замешанный в этом, не применет, имея возможность хотя бы частично, чтобы они ответили за все свои проделки. Не знаю, как вы считаете, есть какой-то резонт моих словах? Спасибо. Вопрос, Ленков, пожалуйста. Ну, в двух словах. Ну, безусловно, у них рыльца в пушку, очень даже в сильном пушку. Особенно у Байдена, у Клинтона. Мы все это хорошо знаем. Сейчас проводится расследование. И если Трамп останется на второй срок, то это расследование, безусловно, будет продолжено. И могут выявиться масса неприятных вещей. И даже с бывшим президентом Обамой, у которого тоже рыльца сильно в пушку. И не только в пушку. И поэтому они, безусловно, об этом беспокоятся. Но я решил на эту тему не затрагивать, потому что мне пришлось бы тогда вдаваться во все эти самые детали и подробности, которые вышли бы за рамки нашего обсуждения. Да, это правильно. Ну, во-первых, опять же, нельзя объять необъятное, но уже вот те вещи, которые вы упомянули, они, несомненно, эти болевые точки. И там, самое главное, прослеживается вот весь этот, вся эта цепочка. Потому что, ну, понятно, что не там не случилось, тут хотелось, чтобы получилось, тоже не случилось. Вот, кстати, сейчас уже мы знаем о новом варианте, то есть связанном с Афганистаном. У нас есть звонок, потом поговорим об этом. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вашему гостю хочу задать вопрос. Вот вы говорили, потом сказали все про эту леволиберальную мразь. Это касается любой страны, не только Соединенных Штатов, а любой страны. И вы сказали, что а потом пришел коронавирус. А я думаю, что он не пришел, а его пришли. Определенные силы это все леволиберальное, как в Америке. Это демократы замешивают. В Китае, в Европе определенные силы, а даже в России. Это сговор, это специально сделано. И все против Трампа. Как вы думаете? Спасибо. Я вам скажу так. То, что вы сказали, это очень может быть. Но обсуждать это сейчас нам довольно трудно. По той простой причине, что еще нету фактов. Должна быть какая-то историческая дистанция. Может быть, пройдет год, два или пять лет, когда мы узнаем много фактов. Но одно, безо всякого сомнения, то, что я сейчас уверен, что коронавирус был использован многими левыми силами для того, чтобы каким-то образом встряхнуть страну. И не только в Соединенных Штатах, но и в Соединенном Королевстве, и в Европе, и в Германии, и в Италии, и так далее. Но в Италии это немножко другая причина. Я думаю, что там встряхивать ничего не надо. Они и так уже все очень левые. Просто, как я сказал, левые совершенно бездарные менеджеры. И особенно с итальянской, как говорится, веселостью и непосредственностью все это вышло из-под контроля. И поэтому в Италии была такая ужасная смертность высокая. Но тем не менее, отвечая на ваш вопрос, давайте подождем, прежде чем будем делать окончательные выводы. Мы просто не сутим много. Слишком много публикаций, слишком много суждений, и, к сожалению, слишком мало фактов. А когда начинается вся эта конспирологическая история, то, увы, этим самым забалтывается суть вопроса. Почему? Потому что каждый выдает что-нибудь такое, что вот очередную статью уже, когда читаешь, начинаешь, в принципе, вообще с недоверием относиться ко всему, что пишется на эту тему. Но эта тема, как мы знаем, она так немножко отодвинулась, потому что вот этот весь, вся вот это, я даже не знаю, слово-то подобрать сложно, уже это погромы, беспорядки, как угодно, назовите. Весь этот хорошо организованный беспредел, он как раз последовал, когда не сработала тема коронавируса с Трампом, потому что действительно, учитывая наше устройство страны, это невозможно было его обвинить в том, в чем конкретно виноваты в Нью-Йорке губернатор Кома и мэр Деблазио и так далее. В каждом, каждый штат знает теперь хорошо своих героев. Я думаю, люди это не забудут, но надеюсь, как вы считаете? Ну, подождем выборов, что я могу сказать. Подождем. Вот, у нас есть звонок, послушаем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Я прошу всех слушателей, не задавайте вопросы, дайте послушать очень интересного собеседника. спасибо за звонок. Дело в том, что если кому-то действительно хочется о чем-то спросить, то, как говорится, мы не можем запретить этого, у нас такой формат передачи. Но приятно, что... Нет, в конце концов, даже если честно вопросам, мы все равно затрагиваем важные темы, мы же не уходим от главных наших обсуждений. Это да, это так оно и есть, и вот, как вы считаете, вот это... А, у нас есть звонок. Добрый день, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый господин Хазин, я хотела сказать о стихотворении. Это абсолютно замечательное стихотворение. У Городницкого вообще почти все песни, ну, шлягеры. Вот. И я хотела попросить вас, если у вас с ним есть связь, попросить его написать музыку, сделать песню и петь ее где только можно. Вы говорите, что там крамольно, с нашей точки зрения ничего, но с точки зрения коммуняк там крамольно каждое слово. Поэтому вот хотя бы при помощи песни нужно доносить этим сбившимся, как говорится, с пути, который еще не потерянный надежный, который вернут на путь истины. Нет, нет, давайте мы попробуем еще звонок принять сразу, а потом ответить. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорили, что учат сайенс и потом не знают, что делать. Скажите, а кто сделал всю американскую технологию, все это, всю, ну, все, все. Хорошо, спасибо, мы поняли вопрос, в принципе, Яков. Да, начну, сначала я отвечу на первый вопрос. Да, 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 конечно. Я думаю, что Александр Масеевич Городницкий напишет пьесу на эту тему. Я хочу напомнить просто одну вещь, что не забывайте, что это взгляд человека-поэта, а поэзия, как мы знаем, она, это обостренный нерв. Я хочу напомнить слова Маяковского, правда, сказанное не по поводу поэзии, а по поводу театра. Он сказал, театр, это не зеркало, а увеличительное стекло. Так же и поэзия. Поэзия увеличивает, и в этом коротком стихотворении выпучена боль человека, человека с обостренным нервом. И это, конечно, вызвало ярость левых цензоров в Фейсбуке, которые читают и по-русски, и по-китайски, и на всех языках и выпить кромолу. А буквально то же самое случилось с Алексом Тарном, прекрасным писателем, живучим в Израиле. Его стих сейчас ходит по всем, то есть я его получаю от самых разных людей. Ну, то же самое практически. Теперь по поводу образования. Значит, образование в Америке, понимаете, из двух частей, ну, как везде, в мире из двух частей это, скажем, это школа и это высшие учебные заведения. Так вот, в Соединенных Штатах есть колоссальный разрыв между школой и университетами. В Америке прекрасные университеты, я не говорю сейчас про политическую сторону этого вопроса, но, скажем так, про научно-техническую сторону вопроса. Прекрасные университеты, которые дают замечательное образование, поэтому сюда едут со всего мира. Но школьное образование плохое, и в каждой школе, скажем, все равно есть ученики, которых учат даже плохо, но они все равно являются талантливыми детьми, они учатся сами, и они поступают в университеты на технические вузы, на технические специальности, и они становятся вот той интеллектуальной силой, которая двигает. И не забывайте это сказать, что опять же в американских компаниях работает множество теперь обученных иностранцев, иммигрантов, китайцев, индусов, выходцев из Европы, из Финляндии и так далее. Ну, Яков, надо заметить, что и наши тоже, наши общины тоже существует немало талантливых детей, и они тоже вливаются в эти ряды. У нас есть звонок, Сережа. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Яков. Здравствуйте. Да, очень приятно вас слышать. Вам большой привет от нас, от всех живущих в Нью-Джерси. Но я хочу вам немножко вот что указать, что если нас слушают, а, наверное, враги демократического лагеря слушают, так они уничтожат тех немногих учителей, которые вас научили, сделали таким. Это очень даже опасно. А вот не получится, потому что мои учителя уже все умерли. Яков, я вам желаю всего хорошего. Приятно, я читал ваши статьи, вы все правильно говорите, спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Ну да, единственное, что они могут поехать в Россию разрушить памятники, если найдут их. Вот, кстати сказать, опять же, от Городницкого только что пришло сообщение, которое переслал Фрумкин о том, что собрались в Лондоне рушить памятники, в частности, разрушить, снести памятник на Трафальгарском сквере Нельсону. И знаете, что произошло? Английская футбольная ассоциация собрала футбольных болельщиков со всей страны в Лондон, чтобы защитить памятники и защитить полицию. Яков, видите, там болельщики есть, а у нас, не знаю, где болельщики, но и у нас есть футболистки. И вот, я не знаю, вы уже успели они дружно встали на колени перед футбольным матчем и у меня возникает вопрос, что, наверное, теперь этот ритуал будет исполняться всеми спортивными командами и так далее. То есть, что вы на это скажете? Вы понимаете, как человек, который встал на колени, он уже себя признал рабом. И это рабы. Значит, не забывайте, опять же, что эти люди принадлежат к не очень мыслящей части населения. Футболисты, как мы знаем, не являются верхом интеллектуализма. Вот. И не только в Соединенных Штатах, вообще во всем. Вот баскетболисты другое дело. Вы что, понимаете, что они, потому что они очень длинные, что ли? Да, у них голова больше, значит, там, наверное, и мозгов побольше. не надо. Ну, вот. Короче говоря, знаете, на колени встают все, даже такие, возьмите Нэнси Пелоси, возьмите демократов из Конгресса, они встают на колени. И как Пелоси не могла с колен подняться, так и они с колен подняться. А у них рабство душа. Они себя сами ставят, так сказать, флаг им в руки. У нас есть звонок еще? Слушаем вас. Алло. Говорите. Вы говорили о футболистках. Вы хотя бы знаете, из-за чего они становятся на коленях? Чего они требуют? Они несколько раз завоевывали чемпионат мира. Они олимпийские чемпионы. И у них профессиональная лига такая же, как мужская. И мужская лига не завоевала ничего. А получают они оплатят им денег больше, чем этим девушкам, которые завоевали для страны. У меня сразу вопрос. Они встали из-за того, что им мало платят, а майки одели Black Lives Matter, потому что зарплата у них меньше, чем у мужчин? Да. Спасибо. Это даже не обсуждаемо, Яков, я не дам вам возможности отвечать. Нет ответа на это тоже. Тут не о чем говорить, потому что всем известно, что играют они хорошо, но во всем остальном отнюдь это вставание во время исполнения американского гимна никак не было по причине того, что им меньше платят, чем мужчинам. Хотя я считаю, что то, что они заслуживают, то они заслуживают. Если они выигрывают, если они чемпионки давно, но устройство американской футбольной лиги это отдельный вопрос, мы его обсуждать не будем, но он специфический. В отличие от нормальных в данном случае федераций в других странах, здесь лига владеет командами, отсюда большие проблемы. Окей, мы остановились на хороших стихотворных текстах, которые гуляют сейчас по интернету. И что получается? Фейсбук их всяким образом блокирует. Но при этом мы вчера читаем, что бедный наш Светоч, наш идол фейсбуковский по фамилии Цукерберг потерял 7 миллиардов. Почему? У него сняли рекламы Кока-кола, Старбакс и другие большие компании. Почему сняли? Потому что они недовольны политикой, которую он ведет. Оказывается, еще с консерваторами он каким-то образом, как они считают, солидарен, потому что он не перекрывает полностью кислород, там еще что-то можно опубликовать. Что вы на это скажете? Вы понимаете, к сожалению, большинство миди людей, которые сделали деньги большие и создали современные технологии, даже вроде Google, совершенно потрясающая компания, или Facebook, Twitter и так далее, эти люди выходцы из молодежи с промытыми мозгами. и я знаю довольно много, но, во всяком случае, дети не почти всех, а абсолютно всех моих друзей и знакомых, они все либералы, у них у всех промытые мозги, и причина эта заключается не в том, что они глупые, они умные люди в большинстве случаев, но ум, как мы знаем, понятие не универсальное, человек может быть в чем-то умен, а в чем-то полный идиот, и это случается, как говорится, сплошь и рядом. И вот эти люди, кроме того, они не знают историю, они, многие из них, те, кто технические, не забывайте, что техника несравненно более простая наука или физика, несравненно более простая наука, чем, например, ну, скажем, общественные науки, вернее, они не общественные науки, а общественные рассуждения, может, до научного уровня они еще не дошли. Вы знаете, физику, физик легко, ну, не легко, но по крайней мере может изучать, что будет происходить при столкновении фотона с атомом, а вот что происходит, когда сталкиваются 200 фотонов с 25 атомами и так далее, для физика это очень тяжело посчитать, потому что, когда увеличивается система, очень трудно применить технические методы. Так вот, у физиков и у математиков, у техников мир несколько суженный, и они, редко кто из них может выходить за рамки и мыслить глобально. И вот мыслить глобально нужно иметь определенную подготовку, и такой подготовки у молодежи нету. И вот, я думаю, в этом причина либерализма и непонимания и Цукерберга, и Сергея Брина, и других талантливых людей, которые видят только, как говорится, мир через узкую щелочку своего образования. Да, хорош, хороший ответ. Добрый день, слушаем вас, у нас очередной звонок. Алло? Да, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, а мне кажется, здесь чисто шкурные интересы. Все вот эти вот крупные компании, все эти миллиардеры, они связаны друг с другом. Это как бы круговая порука, коррупция, и если брать в примитивных, так сказать, понятиях, это как бы большой общак, воровской общак, поэтому друг от друга они зависят, поэтому они как бы вынуждены для того, чтобы получать еще больше, больше и больше, и не рисковать ничем, а морали, естественно, у них никакой нет, они вот ведут себя так же, как себе подобные. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение, насчет морали не знаю, они вообще-то такие большие борцы за справедливость, и они готовы жизнь положить, но не готовы, конечно, свои состояния отдать тем страждущим, потому что, наверное, все-таки где-то внутри, кто уже добился очень многого, понимает, что вот эта распределительная вся история и дележ, она ни к чему хорошему не приводит. Вы знаете, я думаю, что одна из главных причин, почему вот такие богатые люди, вроде Цукерберга или Брина или других успешных людей, тот же Илон Маск и так далее, это какое-то подспудное чувство вины, что ли, они ощущают какой-то некомфорт, что вот мы сделали миллиарды, мы такие успешные, а масса людей, которые сидят над ней, надо их пожалеть, нужно их поднять, нужно им дать все бесплатно, разумеется, не из собственного кармана, это они не дадут никогда, а из кармана других людей, то есть эти, вот эти демократы, они ведь хороши чем? Они очень щедрые за ваш счет, за свой счет, за ваш счет. Да, это само собой, и каким-то образом всегда им кажется, что, что если взяли кое-кто там битые и не только, и идут грабить магазины и прочее, прочее, то их-то, вилл, это не коснется, ну, они здесь заблуждаются, придут и к ним. У нас есть звонок, послушаем, но уже, наверное, последний. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу сказать, что есть такие две организации, Judicial Watch и America Justice, и эти организации письменно сообщают о том, откуда ноги растут у всех этих событий. Вот об этом хотелось бы услышать. Спасибо. Я навряд ли смогу прокомментировать, потому что прежде чем отвечать на такой вопрос, мне бы нужно было почитать эти сообщения, но я хочу просто подчеркнуть, мы с Игорем тут далеко не самые информированные люди. Есть, конечно, в Соединенных Штатах серьезные люди и серьезные организации, которые этим делом занимаются. Поэтому меня совершенно не удивляет, что вот эти все и коррупция и все эти проблемы изучаются и выплывают. Они будут наверняка использованы во время предвыборной кампании Трампа, которая сейчас набирает обороты. Как ни странно, кампания Байдена почему-то сворачивает обороты, то есть они отменили всякие райли, они отменили выступления, и этот овощеподобный Байден, он сидит тихо. Это не странно, любое его появление на публике вызывает совершенно обратное действие. Человек же уже вообще-то внятно говорить не в состоянии, и там уже полная амнезия, но что показывать? Вот здесь, Игорь, самый главный вопрос, на котором, я думаю, мы закончим нашу беседу сейчас, это о том, что демократы не смогли выставить яркой личности ни на следующих президентских выборах, ни для того, чтобы вести всю эту разрушительную кампанию, у них нету вождя, а без любого обречена на право. Они, как вы верно заметили, мы об этом тоже постоянно пишем, там нет как такового центра, все резко сдвинулись влево, и соревнуются, кто еще левее пойдет, и поэтому о чем там говорить, конечно, нет фигур, которые сопоставимы были бы с теми лучшими когда-то президентами, назовем Кеннеди, и не только, там были фигуры, но сейчас это полное вырождение партии, и мы, ну, по мнению нашего товарища политолога Игоря Гиндлера, эта партия уверенно идет к своему концу, ну, посмотрим, может быть так, может быть, может быть, еще что-то там возникнет, но будем, будем, как говорится, наблюдать, а сегодня спасибо, что были с нами, уделили время, и я вас всех призываю уже, кто слушает нас, обязательно почитайте эти материалы, эти две статьи Якова Фрейдина, и не пропускайте впредь следующие. Будьте все здоровы, до свидания. уделения, и удастся, aquell